Всем привет! Сегодня у меня будет очередное видео с поделками. Все тополь. Когда я в прошлый раз снимал видео про тополь два года назад, тогда он у меня был свеженький. Свежий тополь точится довольно хорошо, особенно если точить его не поперёк, а вдоль. Он вообще довольно приятно точится. Вот я могу показать. У меня такая заготовка есть. Она выточена из свежего тополя. Она у меня в сушке сейчас находится. Вот если посмотрите, тополь он такой плотный, он нигде не подрывает, и когда внутри точишь, и когда подрезаешь, он хорошо точится. Вообще точить очень приятно его, каких-то хлопот он не доставляет. А вот спустя два года, как он у меня полежал, его он немного запрёл мне так. Ну вот этот еще маленького диаметра смотрится-то ничего. Так вот когда смотришь, но когда с ним начинаешь работать, видите, вот эти вот подрывы, как из-под пилы, вот когда я пилой пилил, также и когда точишь, вот эти подрывы, они постоянно идут. Особенно вот здесь вот, видите, вот эта часть такая рыжего цвета, она подпрела, ее точить вообще становится очень сложно, конечно. Если постоянно приходится поправлять, вытягивать его, и все равно как бы рез всегда с такими подрывами идет очень неприятными. Очень много шлифовки. Если взять большого диаметра, большого диаметра вообще вот внешне кажется еще более-менее он, но на самом деле все это довольно очень сильно рыхлое. Особенно попадется какое-нибудь место, замучиваешься просто его точить. Вот могу показать по обрезкам шипов, к примеру. Ну если еще ножом срезаешь, вот даже вот острым ножом режешь, видите, все равно идут вот такие выщебленки, особенно между годичными кольцами. А внутри, если со скребком, например, отрезать, вот такая поверхность получается. То есть скребками это вообще точить просто смысла нет никакого. Видите, вот здесь примерно нет подрывов, тут нету, а здесь такое пятно, это вот прелое дерево. И оно вот, конечно, особенно поперек очень тяжело точится. Тем не менее, я немного помучился и сделал себе немного поделок. Давно я обещал другую чашку для салата сделать, что никак руки не доходят. Вот сделал. Даже три. Вот видно, вот эти вот все пятна прелые, которые были. Вот он есть вот такой вот потревший. Ну ничего. Тут не царапин, не вырвав у меня нету. Все чисто. Тут в основном шлифовка, а не точнее. Немного поменьше. Тут еще жук поел, я палочку вклеил. Но он внутрь не вошел, он такой так вот, по наружу. А, ну еще вот здесь вот. Тоже видите, внутри нету. Заканчивается ход. Ну смотрится зато с этими пятнами он, конечно, поинтереснее. Особенно вот эти вот белые с коричневыми каемками разводы всегда смотрится интересно. Здесь у меня во время точения шип оторвался и она улетела. Поэтому пришлось делать бортик. Покрыто это все маслом Осмо. В принципе для столешницы. Ну и тут дальше у меня идут стопки маленьких мисочек. В принципе они все одинаковые. Плюс-минус. Большой разницы у них нет. Старался их формы приблизительно одинаковыми делать, чтобы они сильно не отличались. То есть как бы вот, если они размером отличаются, то формы нет. Они как бы примерно одинаковые. И тут в целом они все одинаковые. Вот на них это правда сучки есть. Ну для салата в принципе все равно пойдут. Ну или там под шашлыки. Я такой вариант уже набор большой точил в прошлом году. Ну он у меня в принципе весь разошелся. Ну пару тарелок я до сих пор вот в летней беседке использую под шашлыки и там под салат. Есть у меня еще. Ну и различные горшочки. Так что тут в принципе без особых комментариев все одинаковое примерно. Вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю, вот люблю я, если честно, форму горшочка, поэтому, чтобы я не тычил, всегда все равно получается горшочек. Здесь верба сверху, крышечка. Продолжение следует... У этого горшочка, если честно, несколько раз крышечку перетачивал. Все как-то не нравится, не идет, мне кажется. Ну и это тоже, не знаю. Это черемуха, маака. Это получил собачонок, хотя был горшочек. Здесь была юбочка, тут у нее даже след остался. Вот по краю, более светлый. Но я ее, когда маслом покрывал, сдавил, и она у меня треснула, и поэтому я сточил ее. И получил собачонок. Ну, крышку другую перетачил из-за этого. Оно, в принципе, когда ядро попадает, а у тополя есть ядро, и оно довольно красиво получается. Ядро приятный цвет имеет. Но на камеру, правда, он, конечно, слеплеет и выглядит немножко по-другому. Тут, кстати, вот этот горшочек, это, по-моему, из старых зачесался у меня здесь. Это я год назад делал. У меня вконтакте фотографии были, там тоже много горшочков было. Здесь, видите, сразу чище внутри, потому что дерево еще не такое прелое. Да и цвет отличается, более такой желтый. Это будет тихий. Торчит. Здесь видно переход крелости, видите, это просто ядро чистая, а вот эта прелая, вот эта часть очень трудно точится, даже когда внешне точишь, то видите, какое оно получается. Уже связи между волокон нету хороших. Видите, вон там пятно такое с подрывами, очень тяжело точить. В принципе масло Осмо, оно как бы тополь укрепляет, оно как лак, но после покрытия оно вот такое, хоть и было мягкое при точении, после покрытия оно вполне себе неплохое становится. Можно сказать, как стеклышко такое на ощупь или фарфор, очень легкое. У меня вообще вот все эти горшочки, они довольно легкие получаются. Вот так. Вот так. Вот так. Продолжение следует... Этот горшочек я последним точил, видимо уже на нем устал и внутри в нем совсем уж плохо выточено, если честно. Можно сказать, что третий сорт не брак, но здесь уже идет четвертый сорт. Если посмотреть, там видите как... Вот такой ужас. Вот это вот сопревшее пятно, там аж миллиметровый загир идет у меня. Вот на этом пятно. Ну ладно, куда-нибудь использую, ничего страшного. Ну и последняя поделка здесь уже не горшочек, а скорее коробочка, наверное, или поставок, как это называется. Тут тоже немножко подъедено. Крышка здесь очень плотно получилась. Надо будет ее, наверное, подточить, чтобы она так резко не вставлялась. Очень плотно вставляется. И сейчас еще одну чашу темную покажу и все на этом. Ну и вот такая вот еще страшненькая чаша у меня есть из тополя. Давно она у меня лежит, все никак доделать не мог. Долго я его мучил. То пытался сделать без морилки в естественном цвете. Мне не понравилось. Начал обжигать. Мне тоже не понравилось. Почему я еще и морилкой покрыл и вот так вот получилось. Смотрится, конечно, страшненько. Ну, не знаю. Может куда-нибудь и дену. Ну, все на этом. Всем пока. Смотри, � Рgod. Э opinion. Продолжение следует... Продолжение следует...